Служит верой и правдой российскому диктатору. Речь идет о главе Белгородской области Вячеславе Гладкове. С самого начала российского вторжения в Украину Гладков регулярно стал попадать в новости на российском телевидении. А личные встречи с Путиным стали еще чаще. Регион высокоразвитым сельским хозяйством у нас очень успешным был в прошлом. И вот любая дрожь, да, в коленках, она может привести в том числе к каким-то последствиям. Вячеслав Гладков возглавляет Белгородскую область, первый российский регион, к которой пришла полномасштабная война. Именно он информирует и рассказывает о ситуации в области. Доброе утро, дорогие друзья. Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи уже выше Ишебекинского округа слышал, что обстрелы территории продолжаются. Гладков даже лично по телефону докладывал о ситуации в регионе Владимиру Путину. И губернатор, то есть Гладков, считает это хорошим знаком. Ведь люди, напрямую связанные с войной, это цитата, президенту сейчас особенно интересны, пишет издание «Медуза». Сегодня так сложилось, что тысячи жителей области лишились своего дома. Они были вынуждены покинуть свои города и села. Но именно в такие моменты становится ясно, кто настоящий, а кто просто поговорить. Вся наша огромная страна пришла на помощь тем, кто вынужден остался сегодня без крова. За последние недели у Гладкова появилось много шансов показать свою важность и преданность. Белгородскую область обстреливают несколько раз в день. Русский добровольческий корпус теперь появляется на территории региона регулярно. Ну а губернатор, конечно же, все эти события исправно комментирует и встречается с пострадавшими. Сегодня с утра заеду в крайнюю больницу, потом в рабочий день буду вас информировать о тех решениях, событиях, которые будут происходить. Карьеру чиновника Гладков начал в 2000 году в администрации родного города Заречное. К 2009 году он дослужился до должности сити-менеджера, но локальные СМИ называли его мэром, потому что в большинстве случаев вопросы решал именно Гладков. Работы было много, но в планах, конечно, остался объем работы, который будет по объективным причинам принесен на следующий год. При Гладкове в 2012 году власти придумали называть Заречный городом Зет. Интересно, совпадение или Гладков уже тогда что-то знал? Дальше карьера Гладкова стремительно росла. В 2016 году ему предложили стать вице-губернатором аннексированного Севастополя, чтобы курировать внутреннюю политику. Выполнив свою миссию на этом посту в апреле 2018 года, Гладков покинул должность и заступил на новую зампредседателя правительства Ставропольского края. Самое большое было испытание в моей жизни, эмоциональный настрой жителей, он, конечно, абсолютно удивительный. Ставрополь, безусловно, это ворота Кавказа со всеми плюсами и минусами. И в результате дослужился, или правильно сказать, выслужился до поста губернатора Белгородской области. Дорогие друзья, мы часто слышим фразу «Россия – наш дом» и не всегда сознаем глубину заложенного в нее смысла. Но мне кажется, что сейчас этот смысл особенно важен. В Белгородской области у Гладкова и появилась новая мечта – стать образцовым российским губернатором. Но его стремительность и желание все контролировать конфликт с местными элитами и война помешали это воплотить в жизнь. Сейчас у Гладкова появились новые задачи – оперативно реагировать на ситуацию в Белгороде и как можно больше показывать свою работу, чтобы выслужиться перед бункерным. Те дома, которые подвергаются обстрелу, мы капитально ремонтируем, продолжаем. Крыши, кровли, внутренняя отделка есть на это деньги. Как пишет издание «Медуза», Гладков надеется, что его усилия оценят в Кремле. С другой стороны, в случае дальнейшего ухудшения ситуации в приграничном регионе списать неудачи могут на самого Гладкова, после чего с ним и попрощаются. Редактор субтитров А.Семкин